Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канальчике! Вот и чудо свершилось! Купили мы наш новый телефончик. Это Samsung Galaxy S21 5G. Вот столько он не обошелся. 14199, как вы видите, да? Вот я его приобрел, ребятки. Все чеки, все вам показываю, как есть. Ну что, приступаем к роспакивке, мои хорошие! Всем огромное дякую! Ребятки, перед началом видео хочу всех и каждого поблагодарить за то, что вы помогали собирать на этот телефон. Что вы кидали донаты, что вы помогали материально, от души вам, ребятушки, от чистого сердца. Желаю добра, бабла, позитивчика, крепчайшего здоровья, мирного неба над головой. И пускай сбываются ваши мечты от самой маленькой до самой большой. Пусть ваш кошелечек всегда будет полон крупных купюр, желательно долларов или евро. А на депозите лежит просто сумасшедшая сумма денег. Да что там депозит, ребят? Чтобы ваш криптокошелек до отвалу был всегда забит биткоинами и различной криптовалютой. Как говорится, главнее всего погода в доме. Так хочу пожелать вам, чтобы у вас погода в доме была просто идеальная. Море любви, радости, взаимопонимания с родными и близкими, романтизму побольше и страсти в хорошем смысле этого слова. Также крепкого здоровья, ребят. Дожить минимум, минимум лет до 200, а то и больше и попасть в книгу рекордов Гиннеса по долголетию. Добра, бабла, позитива. И пусть ваш ангел-хранитель хранит вас и мирного неба над головой. Обнимаю до хруста. Дякую, ребятки. Ух, вы мои хорошие. Ну просто best of the best. Лучший среди лучших. Обнимаю до хруста. Спасибо всем и каждому за теплый комментарий, за донат, за помощь. За все, за все, за все. Обнимаю, мои хорошие. Так, ну что, ребятушки мои хорошие. Спасибо еще раз вам всем огромевшее за этот чудесный телефон. Дякую всем и каждому. От души. Обнимаю до хруста, ребят. Вот такой вот телефончик купили мы. Samsung Galaxy S21 5G. Это витринный образец, ребят. Витринный образец 256 внутренней памяти. 8 гигабайт оперативочки. То есть, их уже не продают по магазинам. То есть, остатки продают этих телефонов. Этот телефон ехал нам с Киева. И ехал, я вам должен сказать, немало по времени. Вот такая вот коробочка у него. Видите, он уже открытый. И он такой и пришел. Открытый уже. Ребят, так, давайте. Погнали. Раньше мы все покупали телефоны с витрины. И ничего страшного, как говорится, мы в этом не видели. И я так же самое подумал, лучше сэкономить ваши деньги и свои деньги. Для того, чтобы не тратить, как говорится, лишнего. Так, распаковка, ребят. Полетели. Вот так выглядит у нас телефончик. Три камеры у нас здесь. Наклеил я уже стекло на него. Как вы видите, да? Стеклышко уже поклеено. Изначально не было ни защитной пленки, ничего. Хотя она должна была идти. Защитная пленочка. Здесь наклеечки. То есть, всего этого у нас не хватало в этом телефоне. Давайте попробуем его включить. Samsung пишет нам. Galaxy. Это моделька хоть и старая, но я посмотрел, он гораздо лучше, ребят, всех к Xiaomi. Я хотел взять Poco X6 Pro, но мне нужна была камера. Самая главная камера. Здесь она снимает. Вот эта камера снимает даже вплоть до 8К. 4К со стабилизацией, с оптической. Здесь 10 мегапикселей стоит у нас фронталочка. Она тоже очень хорошо, ребят, снимает. И какая-никакая стабилизация присутствует. Цифровая, чекакая. Самое главное, что она снимает хорошо, ребят. Стеклышко обошлось. Мне я наклеил 200 стоило. И еще почистили. Мне здесь была земля. У меня такое впечатление, ребят, что были прилеты. И какой-то магазин просто-напросто разбомбили. И потом эти телефоны собрали в эти упаковки, в эти коробки уцелевшие. И продавали уже, как говорится, с уценкой. То есть дешевле. Так этот телефон стоит гораздо больше. Посмотрите, какой сочный, ребят, экранчик. Просто чистый кайф. Сейчас я вам покажу яркость, чтобы вы понимали. Это обалдеть. Никакой Xiaomi не угадывает. Шустрость просто нереальная. Хотя здесь стоит их процессор, ребят. Ну, работает все просто великолепно. Карты бомба. 5G он. Хотя у нас 5G нету сетей. Беспроводная зарядка. Смотрите, класс. Беспроводная зарядка. Быстрая зарядка здесь имеется у нас. Плюс защита от попадания влаги и воды. Очень хорошая. Этим телефоном можно снимать даже под водой. Может, когда-то мы рискнем. Даже поснимаем рыбок в аквариуме в нашем. Это будет круто. Стеклышко я наклеил сразу, потому что, ребят, я побоялся, чтобы, собственно говоря, не побить экран на новом телефоне. Сами понимаете. Вот так выглядит он. Моделька, конечно, не новая. Но, тем не менее, и не сильно старая. Так, давайте дальше, ребят. Распаковка. Что у нас тут имеется в самом коробке? В самом коробке у нас имеется такой кейс. Кстати, сразу видим, что потерян вот этот ключик, который можно будет открывать, да? То есть, иголочка ее нет. Имеется у нас провод вот такой Type-C, Type-C. И он очень мягкий такой на ощупь. Классный, просто суперовый. Так, дальше, ребят. Больше у нас тут ничего не имеется. Есть наклеечка. Вот такая вот, видите, ребятки? Вот такая наклеечка. Имеется вот коробок. И все, зарядки нету. Ничего здесь такого нету. Тут комплектация, как у этих айфонов уже идет. Но, решил я попробовать купить Samsung для вас, ребят, чтобы качество было. Видео просто класснячее. Решил я купить Samsung. Так, смотрите. По коцкам, сразу, что хочу сказать. По коцкам, ребят. Тот, который был на 2000 дешевле, у него камера вот здесь была коцнутая. Поняли? Здесь коцки. Те, которые я нашел. Вот здесь вот где-то. О! Видите? Маленькая такая царапка есть. И где-то здесь сверху. Есть маленькая точечка. Вот она. Все. Так телефон вообще в идеале. Я считаю, что это отличный вариант. За такие деньги. Просто супер, ребят. Тут еще надо все обновить. Все настроить. Все это обязательно мы с вами сделаем. Я просто безмерно вам, ребят, благодарен. Я поставляю кадры, как я бегал по магазину с этим телефоном. Бегал по магазину с этим телефоном. Смотрел же самое главное, чтобы качество было видео хорошее. Чтобы стабилизация, чтобы у вас вот это вот не трусилось. Не мандражировал этот экран. У нас был Poco F1. Он, конечно, уже все, ребят. Свое отработал. Он пошебашил. Камера здесь 12 мегапикселей основная. Здесь 10. Но, тем не менее, тем не менее, снимать она должна будет в разы лучше, ребят. Просто в разы. Как-то так. Такой телефончик я приобрел. Я считаю, что это хороший вариант. За такие деньги. Самое главное, что здесь хорошая камера. Что здесь будет поддержка. Что гарантия у нас 12 месяцев полноценная. То есть, телефон продавался, получается, с гарантией, как с нового телефона. Ну, на витрине он побыл. Поюзали его немножко. Полапали. Посмотрели. Я, ребят, человек небрезгливый. Как говорится, ничего страшного. Вот такая покупочка. Сейчас еще покажу, ребят. Позже чехольчик вам сниму. Обзорчик тоже приобрел сразу чехол на него. Противоударный. Поэтому заходите, смотрите. Чехол вот такой. Здесь еще вот эта же беспроводная зарядка. У меня ее нету. Никогда не было. Но я думаю, классная штука. Чтобы не разбивалось гнездо. И вот что-то он пиликает уже. Стеклышко. Была здесь земля, ребят. Вот. Была здесь земля. И здесь немножечко было. Такой или пыль. Мне кажется, что это была пыль. Просто-напросто. Тоже отдал 100 гривен. Повычищали. Мне, когда клеили стекло в другом магазине, я это все делал. Потому что там стоило 500 гривен. 500 гривен аж наклеить. Представляете, стекло. Так у меня получилось стеклышко 200 и чистка 100. Там какой-то специальной жидкостью. Не знаю, как это нужно было, делать не нужно. Но я решил уже, как говорится, чтобы новенький он и был новенький. Всех обнимаю до хруста. Щиро дякую, ребят. Так, ребятки. Вот. Видите. Предлагает мне установить. Давайте нажимаем. Аккумулятор. На 20%. А, севший. Надо этот самый, зарядочку поставить. Да, ребят? Давайте поставим его сейчас на зарядку. И я продолжу все это дело. Ребятки, телефон дозаряжаю. Видите, уже 20% зарядки. И потом буду обновлять. Программное обеспечение. Там все. Обновления прилетели. Будем обновлять. И все настраивать, как говорится, чтобы уже работало. И снимать на этот телефончик. Ребятки, устанавливаю уже обновление. Зарядил его до 44%. Обычно, кстати, телефоны, знаете, как заряжаю? Ставлю на ночь, чтобы они у меня минимум 12 часов позаряжались. Первый раз, когда пользуюсь. Но это с витринный телефон. Не знаю, в каком состоянии батарейка. Говорят, что он стоит на витрине год, ребят. И якобы все это время работает батарейка все время на зарядке. И может быть что-то с ней, типа не так, что вырабатанный ресурс самого аккумулятора. Ну, потестируем, посмотрим. Гарантия на всякий случай 12 месяцев у нас есть. Пока вроде бы все летает, работает хорошо. Четенько. Сейчас вот обновление докачаем. Зарядим его полностью. Симки я уже подготовил. Буду вставлять сюда. Скрепочку нашел с другого телефона, чтобы симки вставить. И полетели. Будем снимать вам классный контент. В классном качестве. Кстати, вот я снимаю на этот телефон. Тут тоже 12 мегапикселей пока F1. Но нет стабилизации, когда ты снимаешь в 4К. Так вообще. В 1000 есть только цифровая. И камера 20 мегапикселей. Здесь 10 фронталка. Но здесь на 20 мегапикселей на фронталке на F1. Нет никакой вообще стабилизации. Картинка все время пляшет. А сейчас мы знаем, все обрабатывается уже, ребят. Собственно говоря. С самим телефоном. То есть, здесь алгоритмы настроены лучше. Картинка получается в 1000 раз лучше, чем на Poco F1. Я вам это все покажу. Мы протестируем. И вы сами сможете сказать, так ли это или нет. В движении. Покажу с магазина, как я с ним там бегал. То есть, здесь все трусилось постоянно. Телефон выключался, глючил. Он уже старенький, уже свое отработал. Здесь же все просто пушка-ракета. Бомба-петарда. Флешку сюда вставить нельзя. Память расширить. Поэтому я брал 256 сразу. Две симки можно вставить. Вот тут лоточек имеется. И все. Сейчас симочки переставим. И полетели. Кстати, у меня тоже такой вопрос. Может, вот здесь в этом телефоне флешка тоже мне делала дела. Но без нее вообще было печально, потому что 56 было встроенной памяти. Это сейчас очень мало. Особенно, когда ты снимаешь без конца видео. Так, ребят. Уже перезагружается наш телефончик. Обновления скачались. Не еще что-то качается. Видите? Пишет. Оптимизация приложений. Вот так. Телефончик, кстати, небольшой. Сравнительно, да? Сейчас я вам покажу. Вот я вам сравнительно два телефона положил. То есть, здесь именно конкретный лопатосьон. Здесь у нас, собственно говоря, обычный маленький телефон. Очень удобно им снимать. Я специально выбирал, чтобы самой главной камерой для вас было качество. Плюс ко всему, чтобы он был небольшой. Потому что большим телефоном снимать неудобно. Он огромный. В руке его держать тяжело. Ну и свои, как говорится, нюансы. Не везде подлезешь, не везде снимешь вам контент. Что, ребят. Проверка. Вот телефончик наш уже все сделал. Вроде бы все чутенько летает. Летает. Что это такое? Это я такое не знаю. Сейчас буду изучать. Постоянно, ребят, идут какие-то обновления, обновления, обновления. И еще какое-то обновление, ребят. Ну снимаю как есть. То, что вижу, как говорится, то и снимаю. Вот с коробки достал. На дворе 24-й год. Телефон напишите какого модельного ряда. Я так подозреваю, что он 21-го раз, он из 21. Ну плюс год провалялся на витрине, а еще где, ну неизвестно. Я думаю, хороший телефон в любом случае. Вот видите, идут обновы. Я верю в него. Это наш просто топчик будет, ребята, сто процентов. Главная гарантия есть, все старое. Ну и ерунда. Я считаю, если бы он был какой-то бэушный, у него никогда бы не дали гарантии. Так он, ну, идеальный телефончик. Еще какие-то обновления, ребят. Установить сейчас. Все сейчас. Вот такие дела. Обновление системы Android. Выключился. Опять что-то тут перезагружается. О! Опять какое-то обновление. Он, наверное, их штук 100 будет качать теперь, да, ребят? Чикак. Напишите в комментариях, кто там шарит. Но я так понимаю, что им, наверное, никто точно не пользовался, раз столько обновлений. Правильно, ребятки? Приходит. Значит, нульцы вы не соврали в магазине. И снова перезагрузка, как я понимаю, ребят. Опять, ребят, какое-то обновление. Не опять, а снова. Все делается лучше и новее. Тысячу раз. Ну что, ребят, проверяем. Опа. Обзор. Что тут обзор? Короче, тут надо выбрать режимы отображения еще. Ну что, вы думали, ребят? На этом все. Нет. Еще одно обновление. Как-то так. Еще одно обновление. Вот как-то так. Обновляемся. Обновляемся. Пронто, пронто. Ну что, ребят, проверяем. Опа. Обзор. Что тут обзор? Короче, тут надо выбрать режимы отображения еще. Ну что, вы думали, ребят? На этом все. Нет. Еще одно обновление. Как-то так. И еще одно обновление. Вот как-то так. Обновляемся. Обновляемся. Пронто, пронто. Вроде бы все, ребят. Чине. Обновить. Опять окей. Ну, конечно же, обновить. Что же мы? Соглашаемся, да, ребят, со всем? Что, обновляется уже что-то? Так, ну что, ребят, давайте посмотрим, как работает камера. Так, вот это та, что на нас смотрит. Видно нас. Привет, привет. Все работает хорошо. Тут можно расширять. Видите, если у вас больше двух человек, вы делаете селфи. Так, видео. Обязательно сделаю вам еще вставочки. Ну, хорошо работает. Телефончик. Вот основная камера. Тоже, видите, все отлично работает. 0,5. Так. Давай. Звук. Спасибо всем, ребят. Кто помогает, хочу выразить огромную благодарность. Почему? Потому что... Спасибо вам всем, кто помогает. Очень много всех и вещей, и продуктов для людей, которые пострадали при... Мой каналчик, подписывайтесь. Звук обалденный, ребят. Слышно очень хорошо. На порядок лучше. Качество видео тоже хорошее. Короче, ребят, я настолько привык к Xiaomi. Напишите, как выключить телефон. Я нажимаю, и у меня вот такое вот высвечивается что-то синенькое. И выключаться не выключается. Даже если зажимаю, вот, телефон не выключается. Вот этой вот кнопкой. Как его выключить вообще? Хочу симки вставить. Буду, значит, так вставлять симки. Так, ну я так, собственно говоря, на живую достаю лоточек. Он, кстати, видите, защищенный. Сейчас достану. Вот, видите, вот так вот он выглядит. Такой лоток полностью защищен от влаги. Еще и симка подпружинивается, ребят, чтобы вы понимали. Вот здесь, чтобы она не выскочила. Совсем другой уровень. Вот, ребятки, вкратце про телефон. Какой процессор стоит, 8 гигабайт оперативки. То есть, реальная память есть. Все четенько, видите. Их не просто стоит. Ну, говорят, что он работает нормально. 2010 Exynos этот. Так, батарея. Ну, вот, тоже пишет, что емкость нормальная. Все, она не потеряла емкость. То есть, 3880 емкость. Так, ребятки, ну и сейчас немножко видео с этого телефона. Как я его покупал. В магазине бегал, там на меня все смотрели, как на драсте. Все для вас, ребят. Всем дякую еще раз. Спасибо. 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 И я довольный, как слон. Всем огромное спасибо. Я уже со смартофоном. Так, ребят. Ну, как видно рыбок, напишите в комментариях. Хорошо. Четенько. Как фокусировка. А ну-ка. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка. Залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21. Вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.